Этого и стоило ожидать. Ведь собачий питомник многие годы держался только на энтузиазме нескольких волонтеров. И что уж говорить о крыше, если порой для этих несчастных животных не находилось даже пропитание. Тогда эти женщины на корма собакам и кошкам тратили личные деньги. Сейчас тревога за жизнь животных сменилась отчаянием. Ну, произошло у нас давно уже, произошло то, что мы брошены всем, всеми, и никому мы не нужны остались. Вот с нашими 218 собаками. Администрации до нас дела нет, мэру до нас дела нет. Пять раз мы к нему ходили на прием, нам все было отказано. Значит, никакой поддержки нет, помощи нет, можно сказать. Люди помогают, да, помогают кормами. Но вот мы сейчас на данный момент остались без сторожей. Сегодня у нас рухнула крыша, собаки у нас оказались под снегом. Простите, я не могу говорить, потому что уже сил никаких нет. Татьяна Бахмутова в слезах. Говорит, что обрушившийся снег откапывают женщины. Одна рискует не только своим здоровьем, но и жизнью будущего ребенка. Другая только после операции. А между тем, так необходимы мужские руки. Назвать предпринимателей к помощи, чтобы каждый хоть чем-то предприниматель нашего города помог бездомным животным. И так же к жителям города. Не бросайте, не выбрасывайте бездомных животных. Будьте все-таки... Слов нет. И какие тут слова, тут только слезы. А ведь и правда получается, что они напрасно спасали этих собак, напрасно лечили их. Ведь теперь эти животные могут остаться снова без крыши. А ведь как будто с ними недавно пережили их трагические истории. И вроде бы стало все налаживаться. Вот только чего стоит судьба Снежанны. Загляните на страничку ВКонтакте. Ее нашел мужчина, проезжавший по той трассе, где с ней велась расправа. Картина была ужасная. Девочка лежала в снегу под лужей крови, и скулила, плакала. Благо в лесу эхо. И проезжал этот мужчина. Услышал ее. Собака была привязана к дереву, и на ней не было живого места от пулек. Прочитайте, что было дальше. И вы поймете слезы волонтеров. Да, мы обращались сегодня, значит, в нашу службу 9-1-1, где нам было также отказано. Был дан телефон Полевской коммунальной компании, которая якобы нам могла помочь чем-то. Полевская коммунальная компания нам также отказала. И вообще сделала круглые глаза, что вообще вы откуда, и кто такие, и для чего нам звоните. Вот, помощи, я говорю еще раз, повторюсь, что ни от кого нет. И вот уж когда сюжет был готов к эфиру, моя коллега вдруг высказала тревожную мысль. А вдруг, да у этих женщин опустятся руки. И они возьмут, да и выпустят этих полторы сотни собак на улицу. Вот тогда будет, что называется, катастрофа. А чтобы этого не случилось, давайте поможем брошенным бездомным собакам и кошкам. Вот сейчас позвоните по этому телефону. Татьяне, спросите, а чем я могу помочь? Внесите хоть маленькую лепту. Вы сделаете доброе дело. Вам зачтется. Ольга Фролова, Константин Миронов. Новости. Твой день.